Они живут в одном городе, тесно общаются, занимаются живописью и устраивают выставки. Более того, у них настоящая творческая дружба. Речь идет об авторах экспозиции «Весна в феврале» Натальи Скарги и Светлане Волосюк. Художницах, которые, несмотря на разные стили в живописи, одна предпочитает реалистичные натуры, а вторая абстрактные, решили соединить свои работы в рамках выставки. К удивлению обеих, полотна чудесным образом гармонично дополнили друг друга, выстрелив в буйством красок, так напоминающих о предстоящей весне. У меня здесь представлены в основном цветы и пару портретов. Я люблю очень живопись, и они больше всего отражают живописные мои поиски. На своих работах я передаю свои внутренние чувства и ощущения, впечатления, какие-то от поездок, от общения с друзьями и коллегами. То есть реальный мир для меня – это возможность оттолкнуться и построить какую-то свою цветовую композицию. Я не рисую реалистические работы, я стараюсь как-то фантазировать, но я считаю, что это такое мое направление. Весна в феврале – это сирень, ромашки, бархатцы и ирисы, по соседству с которыми расположилась серия работ о загадочной Алисе и страны чудес. Это яркий натюрморт с сочными фруктами и портретами женщин с рыжими волосами и петухами на руках. Словом, праздник на полотне. Именно так охарактеризовал экспозицию директор музея Василий Гуляев. Работы, насыщенные таким цветом и светом, таким настроением, таким внутренним видением мастера той темы, которую он поднимает, что просто завораживает некоторую работу. Останавливаешься, стоишь, смотришь, пытаешься понять, прочитать эту работу. Наверное, у каждого свое восприятие. За плечами у художниц участие во многих выставках, живописи и конкурсах. На их счету работа, выполненная в разных техниках. Акварель, масло, батики, графика. Вся картина, несмотря на противоположные стили, объединяет одно – яркие, сочные краски. Так произошло и на вернисаже «Весна в феврале», который действительно стал для гостей настоящей терапией цвета и напомнил, что скоро март. Полюбоваться весенней палитрой и зарядиться аналогичным настроением можно до 2 марта.